Мы продолжаем эфир радио Абакан. Кто смотрит нас по телевидению, смотрит нас в эфире канала Абакан 24. Это программа Овертайм. С вами ведущий Анатолий Сабанов. Говорим о спорте. Ну и поговорим сегодня в очередной раз с директором спортивной школы Олимпийского резерва по лёгкой атлетике Андреем Анатольевичем Ромашенко. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Добрый день. Кто бы что ни думал, но с Андреем Анатольевичем говорить нам придётся. По той простой причине, что у школы по лёгкой атлетике, вообще у лёгкоатлетов нынешняя осень обещает быть, наверное, одной из самых насыщенных. Ну, по крайней мере, сентябрь. Я так понимаю, вы пытаетесь урвать последние тёплые дни, пока вот идёт ещё открытый сезон. У вас много соревнований. Мы о них обязательно поговорим. Но прежде я вас хочу спросить, знаете, о чём? Ну, о двух вещах. Во-первых, сейчас идёт у нас спартакеада. Первая летняя всероссийская спартакеада по разным видам спорта. Будет она идти до 2 октября. Вчера вот у нас была Саяна Сагатаева, которая бронзовую медаль выиграла. Завтра мы едем общаться с представителями женской борьбы, которые тоже медали завоевали, серебро, бронзу. Легкоатлеты наши, я так понимаю, там не участвуют, ребята. Ну, пока нет, но вроде бы в сентябре месяце на московском марафоне будет проведен этап спартакеады финальной. И вроде бы, что кого-то из наших должны были пригласить из марафонцев. Но ещё, я вот честно скажу, что ещё не видел этого. Вообще идея как? Вот вчера разговаривала с АНК, и она в восторге. То есть она говорит, что нужны были соревнования, где отбирают именно не так, что... Ну, всех, да, как на чемпионат России приезжают. Все, кто хочет, все, кто может. У кого есть право, да, там на чемпионате Сибири. А вот именно сильнейших выбирают, что в этом, как бы, самый большой интерес. А вот вы как относитесь к этим соревнованиям? Ну, может быть, у них немного другая система. У нас какая-то была система довольно-таки непонятная, да, потому что всё получилось скомканно, да. Да, весной переделывался весь календарь, и многие изменения произошли очень быстро. И система была непонятна для того, что сколько нужно было этапов пройти, да, как отобраться и куда нужно ездить. Вроде бы она была и понятна, но в тот же момент закручена до такой степени. Потому что смотрели, когда смотрел финал спартакиады, да, в Челябинске, у нас по лёгкой атлетике, в некоторых дисциплинах 5 участников, в некоторых 16. И непонятно где, потому что в длинных бегах меньше народу, в спринте больше народу, в технических там ещё больше. И вот это непонятно, какие критерии. Или бы нужно было выставлять везде во всех видах одинаковое количество пройти отборы. Но знаю, что да, на чемпионатах России, на некоторых этапах отбора, да, где они потом называются у нас, получилось, что не так много участников. И многих людей, ну, не знаю, вот для меня было непонятно, всё равно это система отбора. Если об этом нужно было делать, да, тогда всё расписывается, как проходит отбор. Но здесь это было, мы все понимаем, что из-за этой операции, когда всё, нашу страну закрыли от всех стартов, да, было придумано. Хорошо, что они очень быстро это сделали. Для сильнейших спортсменов это выступили дальше, провели свой спортивный сезон. И показали людям, конечно, как они выступают, как борются наши сильнейшие все спортсмены. Потому что, смотрите, я смотрю Матч ТВ, стали показывать наш российский спорт. И он есть, оказывает. Он есть, есть все виды спорта, есть, показывают волейбол, показывают лёгкую атлетику, показывают бокс, показывают борьбу. Так у нас-то, оказывается, есть. Почему мы раньше это не смотрели? И мы смотрим, узнаём своих спортсменов, и мы радуемся за Хакасию, да, что выступает из Хакасии. Да, смотрим наши рядом соседи Красноярский край, это же интересно. И тогда, может быть, мы все в регионах будем думать, как нам выступить, ну, выступать за Хакасию, как наши спортсмены будут представлять, ну, Хакасию и другая система. В Спартакеаде нельзя выступать за два региона. Вот мы все в жизни и увидели, кто есть, кто есть, кто есть, потому что система такая сделана, может быть, она вот и правильная. И всегда говорится, да, что у борьбы, у них и у бокса, да, такой жёсткий отбор тоже идёт. Ну, здесь у них, видать, ещё жёстее сделано. У них определенно по итогам сейчас звоночки. Здравствуйте. Знаете, что тут вы рассказываете? Смотреть, не смотреть. Вот что значит, смотрите, дети это не смотрят. Это не смотрят, значит, рекламу не смотрят. Дети не смотрят, православные. Мы вообще не про это говорим сегодня, не про осмотр, но мы говорим про трансляции спортивные. У боксеров и борцов, у них по итогам чемпионатов России, которые прошли раньше, были определены у борцов, по-моему, по 16 человек в каждой весовой категории, вот у девушек. У боксеров по 8 человек, просто в каждой весовой определили, ну, вот кто как. И вот они пошли, то есть по 2-3 боя, где-то, говорю, я побольше. Ну, там понятно система, у вас, видимо, немножко непонятно. Ну, а реально, вот вы смотрели в Челябинске, насколько наши результаты, вот наши ребята могли бы быть там. И могли бы быть вообще. Ну, на уровне, ну, вот, ребят, которые могут выступать на международных стартах, да, на уровне европейского чемпионата у нас очень много людей могло быть и в призерах. Ну, не местные вообще, ну, российские спортсмены. Ну, наши спортсмены не такое большое количество, но все могли бы поучаствовать, да, и, ну, старше все взрослые спортсмены, да, выступить. Я думаю, что было бы не в таком большом, конечно, не в призерах, но близко могли быть. Но опять же, да, тут нужно делать нашу селекцию, нам маленько думать самим уже, как со всем этим работать. Еще раз хочу вернуться к другой, Спартакеаде. Мы вот затронули, да, эту тему Спартакеады. Вы говорите, у боксеров, у борцов, да, по итогам первенства чемпионата России, там. Мы выиграли первенство России с Владиславом Кононенко, нас на финал Спартакеады не взяли. Ну, вот какая-то, да, непонятная система. Спартакеады у чащихся. Мы имеем лучшую результат сезону в стране. Выиграли соревнования, выиграли первенство России, а на финал нас не берут. Едут другие ребята, потому что другая система отбора была. И это, считаю, что тоже неправильно. То есть, ну, надо дорабатывать. Дорабатывать. Есть предложения, вот сейчас пошли, что непонятно, да, все, весь этот запрет, насколько он долго будет продолжаться. И вообще, нужно ли, ну, самые такие ярые товарищи, нужно ли вообще выступать в дальнейшем на международной арене, под эгидой ких, соревнований и так далее. Ну, это понятно, это уже будущий разговор. Но предлагают в этих условиях включать в эту Спартакеаду, ну, спортсменов из тех стран, которые готовы выступать. Готовы выступать вместе с российскими атлетами. Опять же, нужно ли это, или мы должны все-таки сохранить Спартакеаду, ну, и коль мы ее начали, уже как российскую, если на нее такое внимание зрители в стране обращают. Спартакеада народов, да, и Спартакеада учащихся. Ну, раньше была Спартакеада народов в СССР. В СССР, да, РСФСР, где выступали команды. Сейчас Спартакеада идет главным итогом работы субъектов и Министерства спорта Российской Федерации. Поэтому по итогам Спартакеады мы увидим, в каком субъекте Российской Федерации, как идет работа со спортом. По итогам четырех лет. Четырех лет. Поэтому Спартакеада нужна. Это будет интересно. Мы будем смотреть, мы будем с вами знать наших спортсменов, сколько куда попало. Будут развиваться не только, да, один-два вида, тогда надо развивать и виды, которые участвуют в Спартакеаде, потому что мы же видим, не все виды участвуют в Спартакеаде, да, значит, уже какой-то есть узкий круг. Или олимпийские виды, или виды, которые сделаны чисто в Спартакеаде. Мы же все время подстраиваемся под международные правила соревнований, под международные, олимпийский комитет, да. А может быть, нам нужно делать свою Спартакеаду. Провели же соревнования, раньше в Советском Союзе проводили, да, соревнования дружба. Мы приглашали всех в соц. страны. Ничего, были хорошие, интересные соревнования. Если мы пригласим других спортсменов, ну, наверное, да, тут будет не объективно наши регионы, но, может быть, это будет интересно другим зрителям, да, посмотреть. Но, вспомните, раньше опять вернусь к тому, что, да, были матчи, матчи СССР, ГДР, матчи СССР, там, Великобритания, США, Советский Союз. Ну, может быть, нам делать матч, ну, Россия, Белоруссия, Россия, Белоруссия, Казахстан. Матчевую встречу выставлять, там, по два сильнейших на вид, это будет интересно. Но и пожелания, да, спартакиады среди у нас взрослых спортсменов, а куда мы денем юношей, юниоров и молодежь. Нужно, чтобы это было поэтапно. Каждая возрастная группа должна участвовать в этих спортсменах, чтобы мы не потеряли один возраст. А то мы будем тянуть один возраст, что же мы будем делать, забудем про других. Поэтому для мотивации младшим спортсменам, ну, младшего возраста, да, нужно смотреть, что есть финал спартакиады. Если у нас сейчас сделали на финале спартакиады призовые хорошие, то нужно начинать, наверное, как мы говорим, ой, мы избалуем детей. Да нет, если мы на спартакиаде взрослых даем 150 тысяч, ну, дайте по 15 тысяч на спартакиаде каждому. А не так, как в спартакиаде выбирается 30 лучших результатов, да, у юношей даются. А видов проводят 50 победителей. Все-таки есть победитель спартакиады, он есть победитель. Когда вы видели, если спартакиаду смотрели, прыгала Анжелика Сидорова, поднялся сильный ветер, и она не смогла прыгнуть. Это не из-за того, что она не может преодолеть планку, а погодные условия. Нет, ну, приз первое место, да. Оно должно быть, да, все. Ты победитель, тебе и дается приз. И тогда спортсмены будут думать, да, вот, растут до туда, будет у меня такая. Понятно, что мы сейчас финансовую такую ставим, но сейчас время такое. Футболисты зарабатывают, хоккеисты зарабатывают. Я хотел привести, да. Футболисты, простите, когда мы говорим про избалованных спортсменов, юных, мы говорим про футболистов в первую очередь. В меньшей степени про хоккеистов. Вы понимаете? Потому что футболистов, да, у них там бешеные зарплаты, которые не всегда понятно, откуда берутся. Это зарплаты, это не за победу где-то там. Это просто зарплаты, контракты, да. А у наших спортсменов идет за единое выступление. Сейчас тоже у нас много, ну, ходит слухов, да, там, у Федерации российской, да, там, какие-то напряженные обстановки, да, там, спортсмены против Федерации выступают, да. Да уже сколько времени там. Да, сколько времени, но и вопрос-то идет, там, сейчас говорят, ну, какие у вас же тоже хорошие спортсмены, зарплаты, посмотрите, какие получают, ну, люди зарплаты. Ребята, посмотрите, какие получают зарплаты футболисты и хоккеисты. На уровне них гимнастки, легкая атлетика, да, борьба, мы получаем очень маленькие зарплаты. Но мы уж не будем сейчас говорить об этих зарплатах, но выступление каждого спортсмена, да, имеет свои личные контракты, которые они получают. Нет, ну, мне кажется, уместно, если человек отдает свою жизнь спорту, что, ну, он же нигде больше не работает, если он хочет чего-то достигнуть, а жить надо что-то надо. Я вспоминаю пример Гимна Сычева, который сказал, мне надо семью кормить. И против спорта занимается сейчас. Своим бизнесом, да. Ну, это век, опять вернем к тому, что век спортсмена же короткий. И в 30 лет он уже может закончить спортивную карьеру. И поэтому, но он отдал все свое здоровье. Вы думаете, что это так легко? Мы же видим, что и травмы, и операции у спортсменов, да, есть все. Иногда кто-то заканчивает даже раньше, чем, возможно, остаются с этими травмами. Поэтому тут, когда говорят, что, ну, там, нет, это тоже стоит составляющая. Но патриотизм и любовь к родине все равно должна быть первой. И к своему региону. Ну, вчера, опять же, вот Саян разговаривал, у них же в федерации бокса очень большие подвижки. И федерация сейчас большие призовые дает, ну, за победителем, да, к тем, кто заслужил. И так далее. И за счет этого многие спортсмены, которые вроде бы завязали со спортом, стали возвращаться. Ну, потому что они завязали, потому что не было возможности как-то выживать. А тут появилось. Ну, это такая сторона, которую, ну, мы не любим про это говорить. Вы правильно говорите, что всегда говорим, что вот в Советском Союзе выступали за родину. Но, тем не менее, все помнят, что в Советском Союзе платили все равно призовые деньги. Позволяли жить. Не всем, опять же, но тем не менее. Наверное, это правильно. И мы в Советском Союзе, наверное, все равно что говорим. Да не платили, да платили деньги. Получали мы... Только по-другому. По-другому, да. Стояли в магазине на питании специальном. У нас в Абакане, когда была сборная Советского Союза, мы получали питание, где получали ветераны. Дополнительное питание стояли. Мы получали талоны, столово ели. Ну, что-то это, да. Призовых было другое с тем, но были зарплаты. Что команда Саяны в те времена была, та заломалась. Все было хорошо. Когда все финансировалось, тоже, ну, определенные... Да и квартиры давали, машины давали. Давали квартиры, машины давали. У нас же все игроки Саян почти все получили квартиры. Это же большой плюс. Поэтому сейчас вроде стараемся тоже, ну, получать, да, там, квартиры, но служебные, но все равно что-то есть. Но вот это должно быть заинтересовано. И тогда, может быть, вот вы говорите про Федерацию бокса, да, России. Но Федерация бокса России наградила наших чемпионов мира, когда приехали с чемпионата мира, всем по машине подарили. Федерация бокса, Федерация легкой атлетики, победителям чемпионата. Вот это подарили нашим спортсменам. Если даже не знаю, как это сказать, вроде и подарок, а вроде как-то и... Да, ну вот они поддержали в тот момент, когда у нас вот эти все передряги, да, и они поддержали. Президент Федерации бокса России прям сделал призы, и они наградили победителя. Да, это вот одна тема, о которой мы хотели поговорить. Будем надеяться, что эти соревнования действительно сохранятся, но и, по крайней мере, их не забудут и не забросят. И сделают их действительно полноценными, хорошими, интересными соревнованиями, на которых мы можем посмотреть на действительно наших спортсменов. Вот это больше всего радует, потому что мы наших спортсменов видим здесь, на первенстве города, на чемпионате города, и все, чаще всего, да. Ну, если везет, да, кто-то раньше выбирался на международную арену, там, Вадим Турнов, Дима Сычев тогда выступали. Тогда еще там мы их видим, потому что трансляция идет, а все остальное, чемпионат России. Да благо, сейчас телефоны появились, все равно снимают, выкладывают самостоятельно, ребята. Но вот именно полноценные соревнования мы можем увидеть только там. И вот такие соревнования, которые позволяют смотреть всем на своих... Прямо, да, и в простом телевидении, да, и прям прямую трансляцию, и полноценную трансляцию, не выборочно, а прям хорошая трансляция. Поэтому это большой плюс, и считаю, что этим соревнованиям нужно быть, они должны идти. Но опять же мы говорим, что да, там мы видим своих, будем видеть своих спортсменов, как они выступают, и болеть, и радоваться. И вот, что я занимаюсь, там, легкой атлетикой, я знаю, Саяну Сагатаеву, да, что мне приятно было. Я знаю, как девчонки борются, да, я слежу за их выступлениями, но это же прекрасно. Соглашусь. И так же болею, если я говорю, что наши выступают. И вторая тема, которую я тоже хотел с вами поговорить, она тоже такая с федеральным оттенком, но коснется всех нас. Скоро вы станете снова учреждением образования, правильно же я говорю? Да, зреет эта тема. Да, в 2023 году, 1 января 2023 года, я в конце прошлого года, когда услышал, что вот мы будем снова сотрудничать. Я сначала подумал просто речь о сотрудничестве, думаю, ну логично, школа, дети, спорт, школа, ну как без сотрудничества? А тут выясняется, что вот оно как. И вот скажите мне, пожалуйста, это что, это реакция на все-таки недовольство многих тренеров тем, что тогда произошла первый раз реформа, когда потеряли многие категории, соответственно, зарплаты где-то потеряли. Уже тогда об этом говорили, что не самая удачная реформа, вот, ну, не совсем правильно может проведена. Или это, что вот это вообще такое, как вы это оцениваете? Критиковать начальца нехорошо, но, наверное, не как директор, да, как? Ну, давайте так, я говорю, я вот тут мне на статью писал, я просто понял, как мне Валерий Васильевич Денчаков пришел ко мне в эфир, еще тогда будучи министром спорта, и прямо доказывал, что насколько всем будет хорошо, когда мы все станем, когда все спортивные школы станут учреждениями спорта, перейдут в сферу спорта, и как деньги потекут рекой из федерального бюджета, и как все получат сразу всяческие преференции. И я помню, что Абаканские школы не очень-то горели желания переходить, и долго это продолжалось. Очень долго была борьба, да. Да, вы перешли, я не помню, какой год это был. Ну, последними, кто переходили. И вот, и вот опять, что это такое? Ну, наверное, да, это очень тяжелая, непонятная система, когда из одного возвращаемся в другой, и опять третье, нет стабильности, да. То, что мы потеряли, да, мы были раньше тренер-преподаватель, да, то, что у нас все равно у большинства тренеров, работающих, да, у нас есть диплом и учителя. И спецстаж, да, который шел раньше, когда мы работали при образовании, у нас набирался. И когда нас перевели, да, у нас ничего не сохранилось. Мы остались заново, ну, вроде нам сказали, все вам зачтется, все. И когда нас перевели, да, ну, перешли мы с категориями, которые у нас были, сейчас нас хотят вернуть обратно. Но вернуть опять обратно не хотят полностью, а теперь мы будем подчиняться и Министерству спорта и образованию. Теперь у нас будет два главнокомандующего, да, как мы будем, чью сторону. Теперь мы будем выполнять требования и образования. Нам нужно будет сейчас получить лицензию в нашей школе, да, и лицензию. И устав переписать, да, да, и устав, ну, и что, и та деятельность, и та деятельность, это... Окей, а как вот программы подготовки, то есть у вас сейчас программа должна быть, программа доп. образования? Доп. образование, мы сейчас перейдем тогда в доп. образование, и там совсем туда другие критерии. Хотя сейчас все так же говорят, да и вас это не коснется, это все то же самое, только на бумаге. Да нет, ребята, это очень много и бумаг, и переходящих документов, которые нужно будет переделать, и перестроить, и посчитать, и почасовку, и посчитать нагрузку. У всех это разное. Даже тот же отпуск на спортподготовке, это хорошо у нас в городе, спасибо администрации города, да, они нам все сохранили, педагогический отпуск. А во многих спортивных школах 30 дней, а у нас, а педагогический, 52. Все, и идет разница. Сейчас все это, говорят, ну, вот вам там отпуск будет больше, это все. Ну, и скажу, что как это произойдет опять, я не знаю. Ну, наверное, почему разделили, очень много сейчас обратно, да, когда столкнулись с чем? В общем, нужно провести спорт-океаду учащихся, ну, это же образование, Минспорт. Вот эти дележки, да, ну, наверное, как говорится, нельзя так, ну, делить. Соревнования проводим, да, а это Минобразование, а это Минспорт. Отчитываем все именно образование и Минспорт, да. Все равно все, ну, я вот, для меня это сложно было понять, ну, вообще изначально, чем отличается, ну, сфера спорта, сфера образования. В чем отличие, я вот, если честно, долго не понимал, пока вот уже до конкретики, когда, что это дело в суть в программах, в первую очередь. Программа подготовки, что спортивная, программа спортивной подготовки заточена на результат, программа доп. образования, она заточена на здоровье, правильно я понимаю? Здоровье, да. Здоровье, да, результат, разные вещи на самом деле. И вот сейчас обратно, и не до конца обратно, где-то в подвешенном состоянии. В подвешенном состоянии, что, да, и будет так, непонятно. Мы вот сейчас, наша школа, мы в городе Абакане, являемся одной школой, которая имеет статус школы Олимпийского резерва. Сейчас мы подали свои документы, да, на продление своего статуса, на подтверждение. Дальше, ну, подтвердим мы статус, под кого мы будем работать. Школа Олимпийского резерва, это, получается, школа должна работать на результат, спортивный результат. И для подтверждения, да, результата, сейчас мы, когда подавали документы, основные требования, подготовка резерва. Они не считают, сколько у нас чемпионов России. Нас берут, мы считаем баллы, заполняем, да, выполнение. Перенство, юноши и юниоры. Это школа Олимпийского резерва, она готовит резерв. Поэтому, если мы сейчас перейдем опять в дополнительное образование, что мне как директору делать? Работать на оздоровление, я опять должен свозить 80% в оздоровительные лагеря, выполнять программу оздоровления, да, все по минобразованию, но и выполнять спортивную программу. Ну, нам сказали, да, не переживайте, вам все разъяснят. Будем, как всегда. Ну, я читал интервью Матрицына, да, где он говорит, что ничего не поменялось, все то же самое, просто мы вот... И понятно, что очень сложно разделить-то, потому что, ну, дети учатся в школах, и вот это мне тоже всегда было. Окей, вы перешли на программу спортивной подготовки, все хорошо, но у вас год начинается с 1 января? Да. А у них с 31 сентября, и как вот тут вот это все уложить? Да, вот тут у нас все сделали систему, да, у нас у школы теперь, у спортивной подготовки мы работаем, да, у нас 52 недели, и мы работаем в году, и у нас идет, нету, там, 1 сентября, мы работаем июля, август, да, и я могу уйти в отпуск в декабре месяц. Перед первенством в России? Ну, да, вот, решил, у меня тренер и пошел. А мы же теперь нет, а раньше было, да, ну, и весь сезон спортивный, да, весь календарь писался. Так он и сейчас так же, да. Вот у нас в основном, как у нас осталось после 10 июля, остался только чемпионат России, где выступают только... А у вас год вовсю идет еще трудно. Все, да, а мы вроде должны работать, а у нас соревнований-то нету. Передство СФО прошло, передство России прошло, все, 1 июля мы знаем, нам бы в отпуск идти, а теперь мы должны работать, но вы же знаете, куда денешь бабушек, дедушек. Они забрали своих детей и поехали отдыхать, поехали бабушки, поехали на курорты, поехали в Сочи, что нам делать. Такие сборы, вы о чем вообще, да? Да, и... У бабушек свои сборы. У бабушки свои дела. Мы же вот смеемся, дети сегодня 31-е, они 30-го только возвращаются от бабушек. И как тут вот эта система, это в школьном, да, когда дальше, да, там уже люди взрослые, там уже другая специфика, это для группы СС, а когда вот школьные, мы же все равно понимаем, что больше детей у нас занимается школьников. И главная наша задача, да, привлечь, ну, к здоровому образу жизни, да, и привлечь к спорту. Опять же, здоровый образ, да, это и физкультура, и спорт, но зацикливаться все равно нужно. Никто не снимал, наверное, мы с вами правильно скажем, никто не снимал показатели чемпионатов и первенств России для Министерства спорта Республики Хакасия, да. Все равно же Министерство спорта России спросит. И когда мы будем говорить, да мы провели там 35 забегов по Абакан, они скажут, сколько у вас медалей у вас завоевали ваши спортсмены в республике, сколько у вас членов сборной команды страны по олимпийским, по неолимпийским, и зададут эти вопросы. Министерство просто заполняет такую, и тогда вот это все равно никто не снимал. Показатель, у нас же все равно осталось бюрократия. Смотрите, ну вот вы успели, ну, вы большую часть жизни проработали, когда это была система топ-образования все равно. Вот несколько лет вы работали, когда это была система спортивной подготовки. Показатель, где лучше? То же самое. То есть, по большому счету, это просто вот отвлечение времени, времени и силы вот от того, что чем вы занимаетесь? Министерство образования пишет Министерству спорта, Министерство спорта дает нам сверху указания, они также договор о сотрудничестве, да, и мы тоже самое работаем с управлением. Только что, ну, теперь нормативка сделана по Министерству спорта. Ну, я все-таки считаю, что все-таки, может быть, и надо остаться Министерством спорта, и отстаивать свою линию, чтобы все-таки это было. У нас свое Министерство, да, со своими законами, со своими требованиями, со своими нормативами. И вот тогда это будет свое Министерство. И тогда, может быть, будет видно работу. Ну, Министерство спорта больше. Ну, вот я считаю, что все-таки надо отстоять, наверное, но мы ведь уже нам сказали. Может, имеет смысл сделать школу спортивной, школу и доп. образования. Не поделить, а просто снова открыть школу. Кто хочет, родители идут туда. Была же хорошая мысль сделать клубы, и все. Почему при школах, да, есть, должны быть спортивные клубы. А матбазы нет? Да, ну, базы нет. Ну, спортивные клубы. Ну, мы же, как говорим, создадут спортивные клубы, все равно скажем, ну, кто будет проводить с ними занятия. Ну, опять же, пожалуйста, школа легкой атлетики, школа игровых видов, школа настольного тенниса. Займитесь, проведите с ними, помогите у них провести. Так же, как мы с Минобразованием, что проводили, соревнования среди школ, так и проводим, помогаем. А кто еще? Кто еще? Да, кто кроме нас? Поэтому мы сейчас вернемся к той теме, о которой вы хотели поговорить. Вы как ВДВ. Вы как сейчас говорите, да. Сейчас вернемся к той теме, что у нас будет в сентябре, да, и мы с вами узнаем. Ну, тем не менее, школа работает, все нормально, все по графику у вас, все хорошо. Школа работает. Хорошо про летом, пока, как говорится, многие были в отпуске, мы занимались, любимое слово, оздоровлением, да, с детьми съездили в лагерь. Для кого-то это просто лагерь, а для нас это спортивные лагеря. Ты был в Баланкуле? Да, возил, но мы 145 детей из нашей школы свозили по лагерям. Это лагерь Баланкуль, и лагерь Енисей, Багульник. Поэтому у нас тренеры отработали и в своем отпуске, свозили детей. И скажу, что очень большая польза, потому что 21 день пробыть с детьми на свежем воздухе и провести тренировочные сборы, как тренировочные сборы, да, это очень большая польза. Поэтому школа работала, во время этого у нас прошли и спартакиада учащихся в июле, выступали наши спортсмены. Дальше у нас соревнования продолжаются, сейчас начало сентября, но взрослые будут. Сейчас подойдем. А школа отработала, все завтра, мы, не завтра, мы вышли из отпуска 20 августа. Ну, почему-то вы начнете 1 сентября. Ну, да, но дети все работаем, мы же работаем 52 недели, я сказал. А просто сейчас вышли, и мы начнем с 1 сентября уже стабильно своя работа. Поэтому единственное, я хотел сейчас бы, пользуясь возможностью, поздравить всех учителей и дополнительного образования специалистов, всех с 1 сентября, хорошей вам и легкой работы, удачи в новом году, чтобы благодарных учеников, ну и самое главное, всем вам крепкого здоровья. Да, мы сегодня, кстати, ходим, опрашиваем людей, кто как помнит свое обучение в школе. Ваше самое яркое воспоминание, раз уж вы заговорили о школе. Школа была хорошая, школы были, я учился и в Шира, когда начинал, с 1 по 6 класс, потом учился в 1 школе города Абакана. Ну, наверное, самые хорошие впечатления все равно остались о 1 сентября, когда приходили линейка, все нарядные, красивые. Вот, мне кажется, выпускные там страшно, что-то напрягает. Ну, конечно. А 1 сентября все встречаются, все взрослые стали, подросли, возмужали. И, наверное, это самое праздничное, когда ходили после линейки, прошли классные часы, и мы ходили классом гулять. Самое лучшее время, особенно если попадала хорошая погода. Это счастливое время беззаботное, вот что самое главное в этом возрасте. И только побудро, когда вырастаешь, понимаешь, насколько там было хорошо. Ценить начинаешь это все. Да, сначала ты начинаешь ценить детский сад, а потом школу. Все постигается в сравнении. Да, да, у меня вот сын младший, ему 12 лет, и он сказал, что лучше бы я еще в садике походил. Вопрос вот какой. Открылся пока, вот было лето, мы с вами встречались после перерыва, как раз на открытии физкультурно-зарядного комплекса открытого типа. Дорожки там и так далее. Многие говорят, что вот, там можно тренироваться. Насколько там действительно можно проводить занятия? Я так понимаю, там еще и хорошо у вас там тренер работает. Да, у нас работает Александр Валерьевич Ошейко, он работает в школе преподавателем и работает у нас по смсительству тренером. Поэтому на данный момент он уже сегодня, уже как вышли с отпуска, он уже работает там, тренируется со своими группами. И вся началка, которую он начнет работать с 1 сентября до холодов, он будет заниматься там. Это очень удобно. Дети школы, он набирает набор со своей школы, он знает всех. И дети к нему более сразу знают, интересно к преподавателю идти. Поэтому в тот момент, когда наступит мороз, он перейдет к нам на стадион, сюда заниматься, в Манеж. А там на данный момент, разговаривал с ним, сейчас как он там занимается, ведет тренировочные, еще съездить не удалось, потому что у нас тут своя 1 сентября суета, съезжу, посмотрю. Но он сказал, хорошие тренажеры, футбольное поле они разделились с футболистами, где тренируются футболисты, любители там приходят, со двора уже школа наша комплексная, туда уже заходят, делят уже, чтобы на футбольном поле можно было попрыгать, побегать, и воспользоваться беговыми дорожками. И стадион живет, там очень много народу. Поэтому сейчас начнется, конечно, школа, начнутся уроки, там маленько надо будет это все подужаться, но остальное время, я думаю, что будет. И я скажу, что можно использовать этот стадион, но нужно вот эти все, видите, у нас легче Александр Валерьевич работает там. А если мы отправим туда свой тренинг, то нужно соглашение подписывать. Но если это все пойдет, то хотелось бы с образованием. Если мы сейчас пойдем в дополнительное образование, то тогда школами... Чтобы упростилось это все. Упростилось, да, и мы тогда будем, может быть, со школами уже будем на их территории заводить, хотя многие наши спортивные школы работают. Нет, ну, в любом случае, больше возможности посмотреть детей и выбрать кого-то привлечь. Сейчас, конечно, это было бы, если бы мы работали на школах, это, наверное, было в советские времена, мы давайте вспомним, как говорится, нельзя старо вспоминать, но, наверное, все равно нужно. В каждой спортивной школе работали совместители, да, которые работали учителями физкультуры. И каждый даже учитель, если там работает, да, он берет себе группу, и он выбирает детей. И даже если он потом передал дальше в спортивную школу, там, кто работает, то он уже отобрал талантливых детей, и он их видит. И сейчас, когда мы говорим, нам нужно прийти в школу набрать, а нам говорят, а у нас ковид, мы вас не пустим. Мы не можем набрать детей и посмотреть детей. Соревнования отменили без зрителей, без всего. Мы не можем просто туда прийти, в любую школу зайти. Поэтому, когда такая возможность есть, наверное, если будет такая же возможность на других школах, если нам дадут возможность... Если там построят такое же. Ну, все говорят, но городские власти, нас целено, чтобы по максимуму постараться воспользоваться этим программой, именно для того, чтобы на школах восстановить, вернуть школам статус спортплощадок главных. Ну, вот это самое главное, что и сейчас же мы видим, все новые школы строятся со спортплощадками, уже хороший, да, стадион, футбольное поле, да, беговые дорожки, баскетбольная, волейбольная площадка уже хорошая. Уже можно хотя бы... Нет, ну на факультете там получше, мне кажется. Там поболее такое оборудование. Да, и уже все, что... Есть возможность прийти и начать тренировочный процесс. Можно, как мы говорим, да, и футболисты могут и побегать, и попрыгать, и тренажерами, да, позаниматься. Почему нет? Можно и комплексные школы, можно еще кого-то, другие школы запускать. Не только там легкую атлетику и футбол. Так же, как говорится, и хоккеисты могут зимой, летом же зима, пока придет, где-то надо базовую подготовку делать. Поэтому... Ну, в этом плане мне очень понравился этот маленький стадион. Он прям такой, как должен быть, мне кажется, при каждой школе. Так должно быть при каждой школе. Тогда можно будет спрашивать из учителей физкультуры, потому что, а если у него негде тренировать, если ему негде, ворота, помните, все посрезали в футбол. Срезали? Как футболом заниматься? Мы в детстве на этих площадках жили, они были там убиты в гальке, но мы на них жили. Жили, занимались, и бегали, и прыгали, и нас никто не боялся разбить коленки, и поцарапать нос. Ну-ка, это вообще святое было. Какое лето без разбитых коленок, и всего бодранного живота, там еще чего-нибудь. Хорошо, ну, теперь вернемся, да, к тому, о чем мы с вами планировали, собственно, поговорить, основное. Да, недавно вот у нас был Венис Адрич Асачок, он так кратко рассказывал о планах, ну, спортивных видов, вы как основной застрельщик школы Олимпийского лидера по легкой атлетике, основные мероприятия сейчас у вас, это и чисто спортивные, и массовые, и школьные, опять-таки, я так понимаю, с них мы и начнем, да? Ну, начнем с сентября опять, как говорится, дети в школу, мы активно работать, чтобы они не расслабились. В сентябре у нас очень полноценный календарь, и почти каждые выходные у нас состоят спортивные мероприятия. Первое спортивное мероприятие, это 10-11 сентября в городе Абакани на спорткомплексе Стоянным будет республиканские соревнования четырехборья шипов каюнных. Эти соревнования проводятся по итогам городских соревнований, отборочных, которые мы проводим за год. До. До, потому что возрастные, но чтобы посмотреть детей, отобрать. Поэтому эти соревнования являются финальными, и 10-го октября в городе Сочи будет проходить финал, где может выступать и лично спортсмены, которые покажут высокие результаты, и сборные школ, и сборные муниципалитетов школ. Поэтому это первое соревнование, где мы соберем большое количество детей, три возрастных группы, это 2007-2008 год рождения, 2009-2010 год рождения, и 2011-2012 год рождения. Это тот момент, когда и те дети, и тот возраст, который есть и в муниципалах, как бы они говорили, что наши дети закончили 9 классов и уехали. Нет, ребята, это классы 5, 6, 7, 8. Это наш резерв. И четырехборья – это общий физический подготовка, где бег, прыжки, метание, прыжки в высоту, в длину, и бег на длинные дистанции. Поэтому это такое комплексное, поэтому это очень интересно. И эти соревнования, где мы рассматриваем для себя, как для школ, хороший резерв приезжих, кто, например, потом в следующем году закончен, и будут поступать в училище Олимпийского резерва. Ну и вообще талантливых детей. Сейчас же очень много начинают проводить соревнований. И отсюда мы переходим к своим соревнованиям, которые у нас 10-11 закончатся, Республиканская шиповка юных. И 13, 14 и 16 сентября у нас будет проходить Коротская шиповка юных, где будут принимать участие все образовательные школы города Абакана. Это уже на следующий год? Да, мы уже меняем свою возрастную. Тут у нас с вами 7-8 год, а там уже у нас будет 9-10 год. Мы меняем другую возрастную, где мы уже сразу проводим отбор на следующий год. Объясняю почему. Потому что в мае месяце, если вы помните, у нас не было даже свободного времени. Плюс в мае месяце очень много школьная лига, ГТО, президентские состязания. И у нас весь май месяц, мы тогда тоже встречались, что говорим, у нас все забито, мы идем кучу мероприятий, большое количество. Поэтому сейчас мы то и проводим мероприятия, ну и плюс отобрав команды, мы уже смотрим, с кем кого готовить. Мы как школа Олимпийского резерва, мы готовим личную команду, свою личников, которые могут выиграть и имеют право выступать на соревнованиях. Образовательные школы могут посмотреть, и если они выиграли команды, они могут, если будут финансирование у Министерства образования, у Министерства спорта, поехать на финал, подготовить свою команду, и по итогам выступить на республиканских, с ними отобраться и поехать туда. А на вашей практике как часто такое случается, что школы образовательные едут? Знаете, скажу, что хорошо ездит школа Белого Яра. Родители и школа, и в то время не только родители, а находят и ездят они туда, когда выигрывают, они прям ездят туда. Наши школы редко, мы спортивные школы возим только личников, если есть возможность финансирования, когда тут, потому что в Сочи, ну там очень большое соревнование, количество народа собирается, и очень богатый опыт, это очень интересно. Ну и для детей, которые может быть еще легкой атлетикой, профильной они занимаются. Да, особенно, да, что люди могут посмотреть, и тогда уже дети в этом возрасте уже могут посмотреть, да, что какие дистанции, мы даже смотрим, есть на Гоборе, да, по четырем видам награждают, да, а сейчас стали на шиповке юных награждать и в личных видах, чтобы все-таки, может быть, какой-то спортсмен бежит быстрее спринт, но проигрывает выносливость, а выносливость не может, да, кто-то метает хорошо, и поэтому сейчас стали еще там награжать в личном, да, и по итогам четырехборья. Поэтому это многоборная подготовка, которая в легкой атлетике очень сильно нам нужна. Это у нас будут соревнования, поэтому это городские, которые будут тоже проходить на спорткомплексе Саяны, где будут выступать все городские, еще раз говорю, образовательные. Все выставляют свои команды, честно? Ну, большинство, потому что раньше было еще же за выступлением, мы же вернемся к образованию, учителя привели, которые на соревнования, они же получают себе в школе доплаты, засчитываются им баллы, да, они набирают, что у них же приняли участие, заработали призеров в школе, и это портфолио, все это идет. Поэтому учителя молодцы есть активные, сейчас не только и молодежь начала приводить, конечно, не во всех возрастных группах, но в какой-то, каждую школу, в какой-то возрастной группе всегда выставляют. Окей, а дети? Давайте звоночек примем. Здравствуйте. Здравствуйте. А какие можно документы проверять, врачи удеряются? Может быть... Чего-то мы с вами никак не пересечемся, может, вы какой-то другой эфир смотрите, в записи, может быть, но нет. Дети, насколько поменялись? Ну вот, честно, потому что многие страдают, вот дети там сейчас хуже, физически готовы. Честно, слабее стали дети, слабее. Еще раз-два мы закроем на ковид, и дети будут совсем слабые. Не бегут? Ну да, и не бегут, и все, они привыкли сидеть дома, они привыкли сидеть в телефонах, они малоподвижны. Да, мы стараемся, их вытаскиваем, и потом начинаем, но это с такими тяжелыми уже нагрузками, что дети всегда выбирают, не, мы лучше дома. Но дети есть, есть дети талантливые, есть дети хорошие, но опять же, мы все время сейчас больше всего родителей интересует учебу. Но это не только ваш вид спорта, страдает, страдают все виды спорта. Все виды, да. Но съездив, когда мы съездили с детьми в лагерь, я посмотрел, что да, когда сидишь с ними, тренируешься, с ними следишь, да, все, дети начинают возвращаться в свой режим. Нормальный ребенок. ребенок нормальный стал. А когда они начинают сидеть дома с телефонами, да, сидеть у компьютера, тогда проблемы, потому что, когда ребенок сидит в своем режиме, у него так, а когда у них дома режима, родителей нету, они на работе, они по-другому проводят. Но все равно, говорю, что дети слабее, но не гипс за то, что они не хотят работать. Надо заинтересовывать, надо привыкать. Конечно, мы, как говорится, не театральные, да, которые должны быть перед ними, но ребенка нужно заинтересовать, наверное, это работа тренера, наша профессиональная, заинтересовать, чтобы ребенок пошел, чтобы ему стало интересно, чтобы, как мы говорим, да, мог штангу приседать, да, бегать 10-20 километров. У вас, кстати, еще молодые тренеры появились, мы говорили, что... Мы планируем, пока ждем Нового года, ждем открытия манежа, и, может быть, там нам дадут ставки, расширения, молодежь, молодежь, да, у нас есть, я же говорил, да, что резюме подали, молодые спортсмены, специалисты, и мы очень рады тому, что все-таки хотят работать, может быть, это не так легко, но люди хотят работать, все-таки, и идут, и прям, хотят работать, идти, но я думаю, что если откроется даже манеж, мы откроем, да, там на школе, на гимназии, на стадионе постараемся оставить группы с манеж, там, чтобы все-таки в городе было не в одном месте, да, по компактности можно было людям, потому что... Выбирать куда дойдем. потому что мы с вами понимаем, на данный момент, пусть не обижается администрация города Абакана, да, что с 4-го микрорайона приехать на спорткомплекс Булакина, ходит один автобус, который объезжает весь город, 17-й, 17-й, и вы надо... А у меня тренировка начинается в 8 утра, значит, мне надо выехать в полседьмого и приехать туда, а месяц декабрь. Это холодно. Ну, я знаком с этой историей, у меня сын занимается плаванием, и вот, да, есть прогрессы. Да, и поэтому, может быть, если мы оставим, да, где-то на школах, где-то на спорткомплексе Саяны, да, чтобы это было... Ну, улица Кирова много проходящих автобусов, для начальной подготовки. Для спортсменов уже высокого уровня они смогут. Те, кто работают, например, с обедом, что у нас же еще проблема образования, да, кто-то учится с первой смены, кто-то учится со второй смены, и мы тоже наполняемость, может быть, другая. Поэтому те, кто учится во вторую смену, может быть, мы их поэтому и будем, может быть, здесь на Саянах, да, и потом... А те, кто учится с первой смены, они уже в 3 часа дня могут успевать уже спокойно добираться, и мы будем работать, ну, больше в той стороне. Но хотелось бы, чтобы было задействовано несколько, молодые специалисты. Хорошо. Молодые специалисты. Ну, вернемся к календарю, вот вы шиповку провели. И шиповка идет, 13-е, 14-е, 16-е, а 15-го числа у нас каждый месяц комплекс готов к труду и обороне. 15-го, 16-го, 17-го, 15-го на спорткомплексе Саянах для всех желающих в час дня у нас дается комплекс ГТО, раз в месяц мы проводим. Наша школа является одним из тех, кто проводит эти мероприятия. Школа по легкой атлетике, Школа по плаванию, комплексная школа и спорткомплекс Саяны. Поэтому три дня мы проводим ГТО. ГТО у нас заканчивается и в субботу, 17-го числа у нас День здоровья в городе Абакане. А у вас Кросснации. А у нас Кросснации. Кросснации, это Всероссийский день бега, в котором принимают участие все спортивные школы, любители, горожане, приезжие, все, кто живет не только в Абакане, а в других городах. Также эти мероприятия проводятся и в муниципалитетах, и в Шира, в Черногорке, в Саиногорске, в разных городах, по всей Хакасии. Но основной финальный старт всегда в городе Абакане, где все время участвуют члены сборной команды страны. Это наши ведущие спортсмены. Мы всегда стараемся по возможности, чтобы они выступили. Это является хорошей рекламой и пропагандой нашего здорового образа жизни, но и того, что школа лёгкой атлетики жива и показывает своих спортсменов. Поэтому это у нас заканчивается 17 сентября и через неделю, 24 сентября, у нас чемпионат республики, чемпионат опередства республики Хакасия будет проходить в зоне отдыха по Лехоличийскому кроссу. Это будет за вторым мостом, где мы собираем всех и детские возрастные группы, ну, прям специально с маленькими спортсменами. Ну, вот именно по этому кругу погаривает дорожку, по небольшому. Где СФО проходило? СФО, да, и где горки насыпаны, мы включаем, делаем трассу с этими горками большими, да, чтобы спортсмены приняли участие в кроссе настоящем с горками и всё. У вас нет никакого желания степлчейс попробовать здесь провести? Ну, почему? Это на стадионе надо копать. Это на стадионе, да, но можно поставить и там барьеры опустите, чтобы дети прыгали, но когда в международных стартах принимали участие, делаются в кроссе специальные трудности и всё, и люди бегут. Скажу, что я имел такую честь участвовать в соревнованиях и в Чехии есть такое соревнование по дубецки степлчесс, где участвуют лошади, да, у них такой хороший ипподром, все препятствия лошадиные, всё, и там проводят чемпионат в Чехии по кроссу, да, по этой же трассе, где как бегут лошади, перепрыгивать, с этой травой где вот стоит, да, вот это, перепрыгиваешь, сарапаешь ноги, ставят там препятствия, взвиваешь, потом спрыгиваешь, и в эту же воду плюхаешься, это интересное всё, но мы проводим в более щадящем режиме, пока, я не знаю, какие, когда там как, в поддубецке степлечи, я не знаю, какое время года вновь их проводится, но у нас в сентябре уже холодновато в воду окунаться, да, поэтому мы проводим это мероприятие, это 24 сентября, но и сентябрь месяц заканчивается, но 1 октября в день пожилого человека, и 1 октября, это суббота, мы проводим свой ежедневный часовой век, ежегодный, который у нас ежегодно проводится, почему мы его приручили к 1 октября, у нас очень много в последнее время стало любителей и ветеранов, на этом мероприятии мы хотели бы наградить ветеранов, поздравить ветеранов спорта, всё-таки день пожилого человека, но и провести мероприятие, которое будет соответствовать всем, мы хотим опять же сделать на спорткомплексе Саяны, да, с электроникой, с подсчётом электронных результатов, чтобы было всё красиво, и люди поучаствовали, но и мы тоже проводили это 7-го, 10-го, уже было прохладно, но тоже маленько, нынче почему-то идёт такой сбой по погоде, и мы перенесли на первое, ну и тут как раз у нас такой праздник, под это, поэтому вот у нас каждые выходные идут мероприятия, поэтому только 3-го числа мы заходим, втягиваемся во всё, и и понеслась, это соревнование-то это ладно, у вас же параллельно идёт подготовка к более серьёзному, у старого уже профессионально, так а у нас будет в начале октября, да, чемпионат опереденства России в Оренбурге по кроссу, сейчас Денис Чертыков уехал на подготовку к чемпионату России по полумарафону, эти все идут соревнования, ждут и у взрослых спортсменов, поэтому... Куда уехал готовиться, если не секрет? В Кисловодск, они сегодня, с Игорем Альбертовичем улетели туда готовиться, поэтому поехали, и здесь у нас вся подготовка тоже идёт, много спортсменов мы готовим к Оренбургу, и всё-таки мы ставим в планы, что кто-то попадёт у нас на финал на шиповку юных, да, и туда будем готовиться, поэтому никто не отменял и тренировочный процесс, и соревновательный, потому что пока ты соревнуешься с маленькими, старше-то никто не отменял, у нас всё равно идёт тренировочный процесс в школе, поэтому школа живёт, школа работает, исправляется. По массовым стартам хотел спросить, у нас вот стартуют, все прошли, ну, это так, как бы, вот сейчас, по сути, остаётся у нас, ну, не сейчас, а, как сказать, два больших старта, да, если вот мы стартуем, все не считаем, всё-таки такая, история такая, хорошая, добрая, но спортсменов там не так много бывает, ну, относительно, хотя бы в этом году говорили. Может быть, это и хорошо, что всё-таки пускай любители поборются с собой, да, 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 между собой, а то мы придём, заберём у них все награды, медали, им неинтересно будет. Я просто к чему, да, у нас вот сейчас есть два таких крупных старта, ну, вот, Кросснация был, до недавнего времени сейчас появился быстрее ветра, который уже ещё больше нацелен на профессионализм. Вот, Кросснация, у него получилось, он достаточно давно проводится, у него получилось стать вот именно таким массовым мероприятием, или это, ну, вот, до уровня, там, того же быстрее ветра или других подобных полумарафонов, которые по России проводятся, не дотягивает? Ну, нет, наверное, всё-таки, когда целенаправленно есть одно профессиональное, да, соревнование, это соревнование, а когда, всё-таки, всероссийский день бега, да, это привлечение больше народу, да, чтобы, ну, объединить всех. Всё-таки, раньше мы начинали было побольше народу, участников, но сейчас, не говорю, что стало меньше, сейчас ставило, мы просто поделили на несколько, муниципалитетов, раньше мы проводили в городе Абакане в одном, да, и все стекались к нам, сейчас, да, дали по другим городам, но это может быть и правильно, что в каждом городе тоже должны свои быть любители бега есть свои, пусть они выступают там. Вопрос ещё, вот, у нас Минспорт анонсирует, общероссийский проект «Мы за спорт», в рамках которого, там тренировки по бегу, что-то там ещё, мне вот интересно, где в этом, во всём вы, нигде, вы не привели. Нет, это не наше, это «Спартак» и «Министерство спорта». Что это такое вообще, ну, вот, я просто пытаюсь. Я тоже не могу пока понять, что это, наверное, у нас, и это начали только сейчас, это новый проект, вот, если я знал, да, у нас школа бега есть, да, занимаются. Ну, школа правильного бега, школа правильного бега, да, если они уже занимаются, несколько лет они ходят, собираются, у них большая группа спортсменов, ими отслеживают, с ними работают профессиональные тренеры, да, по лёгкой атлетике, Коботов Михаил Дмитриевич, Турнов Вадим Андреевич, да, ведёт весь проект, московские специалисты, вообще спортсмены, лёгкой атлеты, да, которые пишут прям тренировочные планы, да, всё, и каждая группа по свою возможность занимается, да, они арендуют стадион, арендуют манеж, это идёт как бы, ну, но это любители, что сейчас это будет ещё раз, или два проекта рядышком будет, ну, не знаю, я пока скажу честно, для меня тоже это непонятно, там может быть ещё хорошо, должна быть конкуренция между, да, есть бесплатный, есть платный, но, почему нет, пусть попробуют, если люди есть, помогут, ещё раз верну, что, конечно, нам говорят, а вот в лёгкой атлетике должны помогать, я вам скажу честно, пока на данный момент мы школа Олимпийского резерва, мне нужно работать с моими тренерами на результат, я хочу, чтобы они показывали результат, с которым мы будем прославлять республику и город Абакат, если мы уйдём больше в массовый спорт, то мы потеряем профессионализм и большие старты, если мы разделимся, это тоже неправильно, поделить тренеров, да, вы работаете только с любителями, а мы работаем, конечно, мы возьмём и любителей, если это нужно, будем помогать, сейчас будет манеж, но на данный момент, если бы хотелось бы, мы ни в одном мероприятии не отказываемся участвовать, мы везде судим, вы сами знаете, везде, везде, где есть лёгкой атлетики, даже нет, даже нет, но бегут, всё равно бегут, мы всё равно будем там, поэтому мы все судим, и наши же дети везде участвуют в этих мероприятиях, поэтому, но я ещё раз вернусь к тому, что спортивную оставляю ещё никто не снимал от нас, любители-то любители, поэтому в том, что мы создавали, например, городскую федерацию, да, это вот для таких мероприятий, которые я уже говорил, что с любителями, чтобы были любители бега, можем провести соревнования, мероприятия, какое-то спортивное, но если есть какие-то гранды, которые даёт государство, да, будет оплачивать аренду, например, манежа, и люди будут приходить в это время бесплатно заниматься, ну, может быть, это тоже хорошее дело, но всё равно, если им нужен наставник, да, ну, наверное, есть те специалисты, которые смогут помочь, рассказать, потому что, общаясь с любителями, им нравится, когда с ними есть тренер, я вот и хотел спросить, ну, вот все говорят, бегать, это вот вышел и побежал, но, окей. Бегал или побежал, это я, мастер спорта, да, а я вот вышел, я хоть и играл там полжизни в футбол, но я побегу неправильно, я элементарно, ну, из того, что я, как они не знаю, я наступаю неправильно на ногу, вот это уже неправильный бег, это уже чревато там колени, и всё остальное, вот поэтому все и хотят, чтобы был с ними рядом тренер, вот, насколько вообще, да, вот, ещё раз спрошу, вы у нас часто бываете, часто я, точнее, этого вас спрашиваю, но, тем не менее, совет дайте, ну, вот человек думает, вот, посмотрел он на этот быстрее ветра, сейчас Кросс нации посмотрит, скажет, что я раньше не бегал, я вот тут 4 километра пробежал, я, значит, могу и каждый раз, что нужно учить? Учесть нужно, вес, наверное, вес, вес, желание, всё в одно, в одно, как говорится, да, в одно целое, но, учесть надо, во-первых, своё здоровье, сможете ли вы переносить такие нагрузки, которые вы всегда себе ставите, потому что люди всегда немного завышают и не хотят начинать потихоньку и постепенно, все сразу начинают, ой, я могу, я сильный, я здоровый, я преодолею, иногда люди не забывают, что у них или сидячая работа, кто-то забывает посмотреть в паспорт, что уже возраст немного другой, да, и надо маленько себя сберечь, и аккуратно, всё-таки не спортивную, а оздоровительную акцию имеет свой бег, и поэтому тут нужен, да, и всё-таки для тех, кто занимался спортом, может быть, оно и есть, можно заниматься и самим, а для тех людей, которые любители, всё-таки они должны маленько быть, как говорится, раньше были клубы любители бега, да, поэтому под присмотром и с советами специалистов, которые в спорте прошли, да, имеют хорошую категорию, да, и которые подскажут, и скажут, поэтому нужен совет, нужна поддержка каждого человека, потому что каждый, даже человек придёт, побегает, ему нужно поговорить, высказать своё самочувствие, сказать, вот у меня там болит, у меня, мне бы сегодня бежалось хорошо, да, а вот на той неделе мне плохо, и у каждого должны быть, цель поставлена, да, даже с тренером они работают, с любым, который будет с ними работать, да, давайте зимой пробежим столько-то километров, а приготовимся быстрее ветру, почему я всегда говорю, что нужно иметь одну дистанцию, да, иметь одни соревнования, где можно было бы сравнивать, да, чтобы я пробежал по этой же, столько же в этом году, но в следующий год я пробежал столько, поэтому отсюда идёт сразу стабильно ходить, тренироваться, а не так, как, а у меня неделя свободная получилась, я хожу тренируюсь, да, потом у меня очень много работы, и я пропускаю, если это будет каждый день, ну, не каждый день целенаправленно, каждый день тоже это тяжело, но три-четыре раза в неделю, я думаю, что нужно спортсменам, любителям заниматься, это просто даст колоссальный приток энергии, и на работе будет легче, особенно с нашей сидячей работой, которая больше сидячей работы. У вас тоже сидячая работа, да, я сейчас тоже стал ценить, когда работал чисто тренером, да, всё-таки большая разница. Вы бегаете сами ещё? Да. Несмотря ни на что, да? Ну, не так много, но двигаюсь, потому что, всё-таки, есть хорошая поговорка, пока бежишь, бегай, думай, ну, бегаешь, всё, всё там, всё, пока ты бежишь, ты успеваешь передумать, всё, поэтому я пока бегу, отдыхаю головой и привожу мысли в порядок, мне просто это для души. Не соревнуюсь, скажу честно, не соревнуюсь, ушёл от соревнований, не хочу, не буду, и не заставляйте. Ну, понятно. Кстати, вы же, по-моему, не говорили, что ещё одно правило, никакого плеера в ушах. Нет, да, и всё, нужно бежать, слушать тени птичек, просто, как под ногами скрипит песок, даже тот же асфальт, и всё-таки нужно, ну, быть с природой, если это на улице. Если в Манеже это по правилам техники безопасности, вы не должны бегать в наушниках, потому что вдруг кто-то рядом бежит, вас могут зацепить, что не слышите. А на улице нужно быть с природой. Скажу честно, вчера с главой города, с триатлонистами, пристроился к ним в группу, и Алексей Викторовичем ходили по зоне отдыха, у него очень грандиозные планы, триатлонисты на него напали, вчера всю зону отдыха исходили, будет хороший асфальтированный круг для велогонщиков, и рядышком беговая дорожка, и доречь портай. Все тайны выдам. Да, вы уже выдали, по-моему, всё, но прям очень хорошие проекты, проект следующего года, если всё срастётся, это будет просто... Ну, всё, как всегда, опирается финансово. Да, Проекты массово, как всегда. спорт обещает, и город, всё, но вчера ходили, прям вот... Вы знаете, для меня пример, вот я каждый раз, как приезжаю в Красноярск, набережная Красноярская, когда куча народу, каждый... будний день я приехал, по-моему, когда летом мы ездили, будний день был, утро, 6.20 поезд, до 7 мы были там, в центре города, 7 часов, народу тьма, никто, все бегут, все бегут, никто там не бежит на работу, опоздают, все бегут, вот, нам бы, ну, как бы, рано или поздно, мы должны к этому прийти. К этому прийти, все равно в зону отдыха прихожу, бегают с утра, но не так бы много, как хотелось, все-таки с утра бегают, в основном, старшее поколение. Ну, зона отдыха у нас далековато, а набережная, она там через весь город. Через весь город, да. Тут вышел, да. Здесь было бы лучше, чтобы у нас где-то еще была набережная, но вот у нас в 4 микрорайоне по набережной, там бегают, если облагородят тот круг, будет красиво. В общем, все выходим и бегаем, даже я. Я однажды себя заставлю бегать, но это будет, наверное, еще не скоро. Спасибо большое, Андрей Анатольевич, что пришли, ответили на наши вопросы. Программа Овертайм заканчивается, сейчас небольшой выпуск новостей, после чего у нас культурный код Екатерина Шахаева примет эстафету. До свидания.